всем привет дамы и господа с вами мэтт поляк по совместительству я поляков и сегодня у нас обзор на игрушку трансформера от hasbro серии комбайна wars ультрамагнус собственно давайте осмотрим ультрамагнус это грузовик с прицепом двухэтажным на котором перевозят машину давайте посмотрим на его вид сзади при вашем шумане можно если у вас есть игрушка меньше из этой серии можно туда поставить машину у меня такой нет так что просто имейте ввиду так назад такой вид снизу видны его ноги это хорошо ездит на столе не очень но на ковре будет хорошо осмотрим его кабину такая на знак автобота вот в комплект данного трансформера входит две пушки 1 такое такого плана 2 вот такая при желании их можно совместить в одну большую вот так же входит две вот таких ракетницы и входит в комплект маленький автобот маленькая машинка автобот она такая маленькая беленькая трансформации тоже есть у робота одни попозже пушку и ракетницы можно прицепить к самому к самому ультрамагнусу ракетницы на передний план собственно вот дырочка вот сами штырьки пушки по такому же плану только уже к задней части пузовика и с другой стороны вот так это будет выглядеть при совмещании с ракетницей пушками теперь давайте будем его трансформировать пушки с ракетницей мы отсоединяем они нам потом еще понадобятся трансформацию начинаем с при движении самого грузовика назад и защелкивание наверх то есть он вот это как выглядит вот далее отстегиваем верхнюю часть вот здесь вот там есть пины вот это фото к пин другой стороны отстегиваем переворачиваем ее вперед это будущие руки нашего ультрамагнуса разъединяем их вот здесь вот соединение и рассоединяем их вот здесь переворачиваем их тему а вот эту часть мы берем и загибаем это будет лучше видно с другой стороны поскольку руки у него вот с этой стороны загибаем далее руки мы берем до щелчка щелчок б и вторую руку таким же давай тяжелый ход у них вот щелчок дальше переходим к ногам вот здесь вот здесь красные части мы их отсоединяем отводим в сторону раз два ступни ступни они у нас видны снизу мы берем ее выдвигаем и вторую и вторую вот так вот вперед далее вот эта часть вот эта часть ее нужно отстегнуть сейчас ее нужно отстегнуть она держится там вот вот все могу отодвинуть далее то же самое с другой стороны вот мы отстегнули эту часть теперь мы видим полноценные нужды но они еще не готовы что мы делаем что мы делаем мы берем и вот эту часть ноги в которой она отстегивается вот 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 здесь вот отстежка есть вот видите я пин вставляю и мы ее вращаем до также до щелчка но аккуратно очень аккуратно это нужно делать до щелчка не прошу сейчас сейчас вот 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 красную часть как видите здесь есть на специальное отверстие и вот он штырек вот берем красную часть и вот так прицепляем то есть одна нога есть и вот так вперед вступлю одна нога есть то тоже самое делаем с другой стороны вращаем ее до щелчка и красную деталь прицепляем и ступим вперед то есть ноги у нас есть давайте чуть что камеру подниму что делаем дальше мы берем все остальные берем за ноги и мы их должны опустить ну приподнять давайте пустить смотря как смотри теперь у нас есть туловище так давайте сделаем так чтобы он стоял эту часть мы которую отсоединяли это наши руки они пусть останутся смотреть так далее берем самим грузовик с веселками поднимаем вот так как видите у нас уже вырисовывается ультрамагнус давайте я камеру чуть-чуть повыше сделаю поскольку мы будем работать с верхней частью данного робота что мы делаем опускаем руки и смотрите внимательно отсоединяем вот так кабину она держится вот на этих на этом штырьке а здесь она держится на не шарнире а на железном сгибе берем кабину вращаем так это будет выглядеть и опускаем ее теперь давайте отможем нашу ультрамагнусу в сторону и посмотрим на кое-что необходимое для следующего ее трансформации у нас есть как я говорил вот этот маленький автобот он трансформируется давайте я его проявляющего робота руки у него отсоединяются нога ноги они у него складываются размножили одну размножили вторую что происходит с его телом оно поднимается вот так спина и опускается уже с другой стороны вот так он выглядит давайте посмотрим вот такой робот маленький но в комплекте это очень приятно что и большой и маленький но это не просто так все так давайте его отложим и возвращаемся к ультрамагнусу что мы делаем далее мы должны вот здесь открывается кабина мы ведьму грунгу мы ее вынимаем она вынимается на щелчках но что мы делаем дальше мы берем маленького робота и делаем положение сидя для него и сажаем его в эту самую кабину у него есть давайте я покажу смотрите вот две дырочки и вот тут штреки они не видны на белом фоне то есть штреки белый которые в кабине мы вставляем сюда в задние руки а вот эти две дырочки для вот этих самых частей вот они в положении сидя мы его значит сажаем ой рука отвалилась сейчас сейчас мы руку починим да все она просто держится на обычном шаре не из-за того что маленькая деталь она может отвалиться не из-за того что махает хазбур хазбуро про махлое не делают вот сажаем его и руки по давайте посмотрим руки по штырькам вот это защемки у меня это были штырьки значит они вошли все он вошел мы закрываем эту кабину руки опускаем вот тут есть до штырька один красный он с другой стороны также у этой части есть вот они вот отверстие так-то защелкиваем и опускаем что ультрамагнус у нас готов пожалуйста мы можем на него посмотреть вот такой ультрамагнус что мы можем дополнить с что можем дополнить его оружие мы оружие ему можем дать в руки двумя видами то есть смотрите соединяем эти две пушки в такое положение берем одну ракетницу вот соединяем очень жестко входит очень поэтому очень крепко и с другой стороны то же самое делаем получается что-то наподобие молота и знаете что мы делаем мы открываем ему пальцы пальцы неподвижные вот так вставляем и закрываем то есть он может его держать и можем принять ему позу давайте давайте я покажу второй вид как можно ему дать оружие и посмотрим уже потом артикуляцию по канону по тому как он в мультике выглядел у него ракетницы вот эти вот будут на плечах как наплечники тут тоже есть дырка на наплечниках вот так вставляем оружие но это уже на ваш вид вы можете ему дать ему одно оно просто зажимается пальцами но эффективнее будет дать ему две и так это будет немного симпатичнее выглядеть то есть мы просто берем придерживаем сейчас давайте вам покажу мы берем придерживаем оружие и зажимаем пальцы и просто крепко прижимаем они никак не крепятся они просто так зажимаются уже второе берем и зажимаем вот такой ультрамагнус у нас получается вот такой давайте посмотрим точки артикуляции давайте оружие у него берем потому что они могут выпадать как вы уже видели у него пальцы сжимаются разжимаются в мокте в мокте он совмещает давайте чуть-чуть номер повыше сделаем вот вот так в мокте немного если мы отодвинем ой сейчас если отодвинем то и рука может умереть в бок то же самое с другой стороны абсолютно рука вращается на 360 градусов голова ну голова совсем немного может вращаться только из-за того что у него есть вот это заднее крепление откуда она выдвигалась раз два ноги давайте руку вперед ноги может в бок вперед назад в колено ступни ступни никак они только вперед назад давайте придадим ему пользу я скажу свое мнение то есть мы можем поставить вот так согнуть и он повернуть сюда одну пушку в эту руку и он вот так направляет ее а вторую в эту и и и так что же я могу сказать о вот запад наплечников не влезать давайте вот так в кадре его оставлю что могу сказать об этом наборе этот набор очень хорош тем он по своим меркам он достойно цены потому что мало того чтобы большую фигурку ультрамагнуса которая выглядит по канонам как 80-е годы так к тому же пластик очень хороший оружие может применяться в двух разновидностях то есть две пушки в руке ракетницы на плечах и большой молот на груди и небольшой бонус это маленький робот автобот который сидит у него в кабине что ж мне очень понравился набор знак автобот у него есть очень хорошая детализация то есть это не наклейки здесь наклейки нет совсем так что всем спасибо с вами был Мэтт Поляк посовместитель Илья Поляков и хороших боев трансформеры